здравствуйте привет сегодня решили в очередной раз приготовить что сам еще не понимаю знаю что спагетти жареное мясо будет и запеченное запеченное в это входит на у нас вот мясо есть уже оно маринованное было замаринованное и заморожено было вот оно оттаяло у нас мяско тут короче типа стейки и куски на стейки она порежет помидор круглюшком и сверху посыпет сыром и поставит все это вот на этот противень так что чё смотрим да сейчас ты делаешь помидор режет помидор давайте посмотрим как она режет помидор нам всем интересно режет она в варежках чтобы не порезаться наверно чтобы руки не потели за тобой не сетлели у нас как обычно посудомойка скажите сколько можно уже то посудомойка то я не знаю она все время включать его не слышно я говорю не включай когда снимаем нет она включает так и черенова то что вы столько посуды пачкает то есть одним и только живем вот он нарезала мясо по мясо помидорку как обычно сейчас будет укладывать вот это мясо но вот сюда положили так надо все на масло я забыла забыла масло хотел стать за масло берем овальный против овальный против и начинаем сейчас выкладывать вот это вот немножко вас надо было всего-то смазать там сейчас и так все побежит все берем кусочки мясо еще мороженое да что-то они не совсем такие вот куски свинины станут маленький но он потом не отбиваем и ничего просто я резал когда-то еще волосяной покров ну не волосяной покров это я не бритая мясо эти как они лед лед штычки как их там называют короче волосяной покров лединки представители да да волосяные чё вдруг волосяные что-то нет больше нет это еще я очищала всего лишь четыре штуки все так мало все такие четыре дела на нас четверо я последний последний куски мяса такие кусочки такие кусочки хочется подкинуть но подкинь если хочешь хочу чуть-чуть серьезно мясо в маринаде шашлычка это я время шашлык 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 кефирный маринат да не так-то на шашлык вообще офигенская штука да запах вообще не передаваем все что начинает укладывать укладывать вот так вот выложим помидорки да до мяска сверху на куски-то уж не надо было да ладно чё все равно не пропадает же добру потом не урон неравномерно сыр ну все и далее все ну так полетели я должен что ли класть класть тем более берет сырок гуанский он палочками нарезан что ли ну как-то да он не натерт как будто бы как будто бы нарезан твердый вот этот я говорю ты что весь будешь сыр нет и весь почти высыпал все хватит хватит думаешь да и вот это сейчас отправляется куда в духовку правильно который опять у нас нифига не разогрет да это сейчас отправляется в духовку на 180 градусов и потом начинается жариться мясом и вариться спагетти на все вот оно взяла мясо сковородка налила туда масло ну и закидывает мясо волосатое что ты его руками то не жамкаешь ну давай 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 отойдете чуть-чуть подмораживаю ну мы такие а что делать не всегда все по франшую ну ничего страшного в это мясо еще потом добавим маринад этот не маринад не маринад а перекрученные соленые помидоры короче у нас были помидоры они были засорены бочковым способом но еще никому они не зашли и мы решили их просто перетереть и заморозить да сейчас покажу будь добра покажу как они тоже со льдом надо этот ледок выкинуть вот 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 такие вот получилось что-то наподобие томатной пасты да ну кстати очень вкусно но они соленые соленые они больше на хреновину сейчас походят понюхай да на аджику она ядреная ну все короче что вот наше мясо стоит обжариваем сейчас накроем крышкой но это идет немножко и покажем а потом добавим вот эту вот смесь нашу томатную помидоры наши да все будет тушиться а обжарю сначала мясо добавим потом уже потушим и все охапка ну это там не потушится можно сказать что пожарится и все и потом еще спагетти так что смотрите дальше и не переключайтесь все вот наше мясо обжариваем можно жарить такое мяско максы кубики только оно будет румянненькое настоящие вкусное сытное очень хорошее так смотрите далее добавляем наши вот эти томаты водичкой льет водичка выкипит я так понимаю водичка выкипит и просто я бы подлив сделал она никогда не делает подлив очень редко еще льет все и тут у нас все это тушится мясо было помягче я так понимаю смотрим дальше а в духовке у нас стоит что потом все покажем булькает она немножко то дети у нас вот твердое зерно аль денте 7 минут обычно 9 минут щебетинский спагетти щебетинский все сварим наложим она вроде не хочет мне кажется будет по-любому будет покажем как это все выглядит и от на аппетит еще время ночь 12 час почти пол двенадцатого самое время пожрать и спать наш мясо и готова получилось как подлив на то ли во все это в спагетти на спагетти так вот наше мясо с духовки и готово здание то да вот она приятного аппетита ждем правильно что правильно спагетти вот и сварили спагетти мы решили что спагетти мы высыпем вот прям сюда спагетти как они выглядят и начинаем перемешивать все до однородной массы она перемешает такая вкусно я она не хочет у нее беременная изжога а я очень хочу набить и улечься спать доктора на работу я просто заранее чтобы обед не есть сегодня поем и все вот такие спагетти чё да вот мясо ужарилось мясо мало выглядит как-то не очень но стопудово вкусно потому что замаринован но вот это вот это шедевр это просто шедевр потому что спагетти я буду есть она не будет всем приятного аппетита и спокойной ночи до встречи до встречи м 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